добрый день вы находитесь на канале народные советы сегодня я собираюсь рассказать о том как лечить бронхит и сухой кашель народными методами но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал видео выходят каждый день и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине также можете подписаться на страницы канала в соц сетях ссылки в описании ну а теперь вернемся к теме ролика на этом канале уже выходило несколько роликов посвященных лечению бронхита ссылка на них будет всплывать на протяжении ролика в правом верхнем углу бронхит бывает двух типов острый и хронический катаральный и гнойный обструктивный и не обструктивный объединяет все формы заболевания один основной симптом кашель в первые два-три дня он ненавязчивый сухой или с незначительным выделением мокроты спустя несколько дней симптомы бронхита начинают трансформироваться отделение мокроты происходит более интенсивно мокрота преимущественно беловато-серого и прозрачного цвета но при присоединении бактериальной инфекции может быть желтовато-зеленый симптоматика бронхита кашель связкой мокротой насморк хрипы при дыхании выраженные боли в грудной клетке слабость и ломота в теле повышенное потоотделение а теперь давайте рассмотрим как лечится хронический бронхит это затяжная и неприятная болезнь излечивается свинным сдором внутренним салом на медленном огне вытопите кусок стора необходимо чтобы сало стекло затем поставьте его в холодное место для лечения одну десертную ложку этого сала положите в стакан очень горячего молока и выпейте при сильном кашле хрипах это же сало смешайте со скипидаром и втирайте в спину и грудь перед сном после втирания наденьте что-нибудь шерстяной следующее средство от бронхита изготавливается из корешков первоцвета первоцвет обладает противовоспалительным и отхаркивающим свойством что незаменимо при патологиях легких и бронхов отвар готовится из одной столовой ложки измельченных корней и одного стакана кипятка смесь кипятят на медленном огне на протяжении 10-15 минут после чего остужают и через марк этот отвар следует принимать взрослым по одной столовой ложке детям старше трех лет по 1 чайной ложке кратность приема 3-4 раза в сутки обратите внимание не соблюдая пропорции для приготовления этого снадобья высок риск развития побочных реакций в виде тошноты и рвоты следующее средство хорошо помогает при сухом кашле закипятите 2 столовые ложки корней горького перца с двумя стаканами белого виноградного вина процедите пить нужно горячим три раза в день плюс к этому съедайте столовую ложку смеси 1 луковица 1 столовая ложка топленого гусиного или свиного сала если это видео было полезным для вас пожалуйста поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал а на этом у меня все до скорых встреч